Скоро Хэллоуин. Это американский праздник, но нам пох... Назначат самое время приехать в мертвый лес и обсудить одну из главных причин, которая мешает создавать интересный и полезный контент. Это, конечно же, страх. Любопытно, но страхи влияют не только на мелких блогеров и контент в соцсетях, но и на крупные бренды. Приходит мальчик Алеша в компанию, которой нужна реклама, и показывает свою идею, которая, естественно, учитывает их запросы. Всем все нравится, а потом начинаются сомнения. А вот что, если этот герой как-то слишком нагло себя ведет? А что, если вот героиня, она покажется слишком распутной? А вот маркетологи говорят, а вот наша целевая аудитория... И все. С этого момента хороший замысел превращается в... Не получится создать ничего выдающегося, если вами руководит страх, а что обо мне подумают? Вы что думаете, что все уже придумано за нас, все снято, и вообще искусственный интеллект нас скоро всех заменит? Хрем в стакан. Хороших идей полно, а с развитием технологий и соцсетей будет еще больше. Самое смешное, что тренды и веяния очень хорошо подпитывают страх выделиться. О том, как это происходит, я могу рассказать в следующий раз. Но есть во всем этом и хорошая новость. Если регулярно практиковаться и работать со страхами, то шанс выделиться среди серой массы будет гораздо больше. Несмотря на то, что сейчас, казалось бы, все снимают контент. А если хочешь узнать о других принципах создания хорошего контента и визуальной упаковки, то подписывайся. Продолжение следует...